Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, в котором на ежедневной основе мы размещаем аналитический контент, общие новости по рынку, конкретные фундаментальные и идеи, сопряженные с техническим анализом. То есть какой бы способ анализа рынка вас не интересовал, я думаю, что информацию вы точно найдете. И конечно же снова обращаю ваше внимание на то, что мы с каждым днем стараемся сделать этот контент более интересным для вас, чтобы вас все устраивало. Поэтому нам необходима обратная связь от вас, фидбэк всегда приветствуется, готовы корректировать, подстраивать, что-то убирать, что-то добавлять. Все, друзья, для того, чтобы трейдерское сообщество компании Маркетс постоянно росло и, соответственно, вы были удовлетворены в том числе аналитическим сервисом и помощью, которая в этом плане вам предоставляется. Ну что, сегодня у нас за последние дни сложилась довольно-таки позитивная тенденция, когда мы говорим о перспективах доллара, обозначаем возможности, основания для роста этого актива, и он подрастает. Фактически ориентируясь на индекс американской валюты, это правильно, мне кажется, если говорить о долларе в целом. Если растет индекс американского доллара, значит, с вероятностью практически 99,9% можно сказать, что доллар очень неплохо чувствует себя вдоль всего широкого рынка, против всех финансовых активов. Поэтому объективный анализ индекса доллара, он как раз и дает такую же объективную оценку текущего состояния именно американца. Сегодня котировки еще выше по индексу доллара, нежели чем были вчера, 98,50. Но лично для меня, как для трейдера, инвестора, аналитика, человека, который интересуется тем, что происходит с долларом, эти уровни недостаточны, потому что я считаю, что доллар достоин сейчас быть на более высоких значениях, особенно с учетом той политики, которая теперь стала как бы новым вектором федеральной зерной системы, американской денежно-кредитной политики. Этот вектор предполагает ее ужесточение. Как вы помните, на прошлой неделе ставку повысили в США на 0,25% в соответствии с ожиданиями. Плюс ко всему ФРС подтвердил, что будет повышать ее и дальше, и в этом году, и в 2023, потому что хочет остановить рост инфляции и не хочет допустить перегрева экономики. На данный момент, с учетом еще вчерашнего выступления Паула перед ассоциацией бизнеса в США, в ходе которого он снова повторил планы готовности повышать процентную ставку, он также отметил, что ФРС при необходимости, если того будет требовать ситуация, готов рассмотреть возможность роста ставки сразу на 50 базисных пунктов. Это, кстати, в последние дни выступило основным катализатором вот этой восходящей динамики, что в ходе вчерашней торговой сессии, что в ходе торговой сессии понедельника, когда мы, собственно, услышали это. Сегодня в 15.00 по московскому времени будет еще одно выступление Паула, и я надеюсь, что вот эта традиция продолжится, сохранится, и еще один комментарий в сторону более жесткой монетарной политики и необходимости ее проведения может помочь доллару выйти на новые локальные максимумы. Это как раз то, что нам и необходимо. Сейчас, друзья, у нас в качестве резюме. До конца 2023 года участники рынка ожидают, что ФРС поднимет процентную ставку 10-11 раз, то есть доведет это до 3%. И как раз 3% это и есть тот самый показатель, который соответствует нейтральному уровню процентных ставок. Возможно, на одном из последних брифингов я уже говорил, что нейтральные процентные ставки это своего рода теория уместности и корректности удержания ставки на тех значениях, при которых она всего лишь на 1% превышает инфляцию. То есть можно предположить, что ФРС искренне надеется, что в конце 2023 года инфляция будет в районе 2%, поэтому ставка будет достаточной на отметке 3%. Я считаю, что это невозможно с учетом того новостного фона, который есть сейчас. Инфляция не стабилизируется в районе 2% даже в конце 2023 года, поэтому я заранее вам, друзья, предлагаю смотреть более решительно на перспективы американской монетарной политики и ждать, что ФРС повысит процентную ставку точно больше 10 раз. Ну или скажем, пусть останутся 10 раз, но каждое повышение будет предполагать рост ставки на 50 базисных пунктов. После вчерашних комментариев, точнее, комментариев, которые были сделаны в начале этой недели Паулом относительно того, что он готов рассмотреть возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов, доходности американских облигаций выросли и сейчас десятилетки котируются на отметке 2,4%. Это дополнительно то, что убеждает меня и, наверное, вас, если вы ставите на рост курса доллара, что жесткая политика, это теперь прям серьезно. И при такой политике доллар нужно покупать. Голдман Сакс пошли еще дальше всех, пока представители ФРС, отдельные чиновники рассуждают об уместности повышения ставки на 50 базисных пунктов. Голдман Сакс спрогнозировали, что у регулятора США не будет другой возможности и выбора, кроме как сделать это, повысить ставку на 0,5% пунктов, причем дважды подряд в рамках этого года, на майском и, соответственно, июньском заседаниях. Если мы посмотрим сейчас на оценку контрактов и вероятности повышения ставки как раз на 50 базисных пунктов в мае и будем ориентироваться на данные инструмента FedWatch от SME, то действительно сейчас вероятность таких изменений составляет почти 70%. Это все, друзья, хорошая база для роста доллара. Индекс доллара без свопов, поэтому покупаем, ждем 100 и выше. Сегодня, помимо выступления Паула, которое я уже обозначил в 15.00 по московскому времени, еще будет отчет по запасам нефти в 17.30. Котировки нефти на данный момент растут, но этот рост совершенно никак не связан с уже опубликованным релизом по запасам нефти от Американского института нефти и не связан с ожиданиями вот этого отчета. Потому что сейчас статистика, скажем так, не чистая, не объективная по этим релизам. Потому что текущая статистика, она отражает недавно реализованные инициативы, в том числе и властей США, по продаже стратегических резервов. То есть, когда искусственным образом на рынок выбросили большое количество нефти и стратегических резервов, чтобы поспособствовать снижению цен на топливо. И не нужно сейчас сделать выводы по данным от администрации энергетической информации, потому растет либо снижается спрос на внутреннем рынке. Мы не сможем оценить правильно эту картину. Ну, хотя, если немножко подключить логику и, в принципе, понять, что сейчас происходит с американской экономикой, конечно же, спрос растет. И, по идее, это должно приводить к снижению запасов как и сырой нефти, так и нефтепродуктов. Но это все новостной шум, который идет рядом. Главная идея, почему нефть растет, это потенциальная эмбарго, которая, как решение, может быть принята странами ЕС в отношении российской нефти. То есть, по налоге с тем же самым эмбарго, которое некоторое время назад решили вести власти США. Заседание, саммит НАТО состоится уже завтра, поэтому вот эти новые финансово-экономические санкции, в том числе и секторального характера, в том числе и на ограничение поставок нефти из России в ЕС, могут быть приняты уже фактически через несколько часов. На этом сейчас рынок растет. Я думаю, что Brent точно обозначит новые локальные максимумы, подорожает до 115-120 долларов за баррель, потому что вы должны понимать, друзья, что в четвертом квартале, если вот прям говорить подтвержденными уже фактами и цифрами, в четвертом квартале 2021 года ЕС импортировали около 4 миллионов баррелей сырой нефти из России и примерно 500-700 тысяч нефтепродуктов. Поэтому, если, опять же, посмотреть на оценку того, насколько ЕС зависит от поставок нефти и газа из России, то вы сможете увидеть ориентировочные показатели, что на 20%, на 30%, но вот эти цифры говорят о совершенно обратном. ЕС зависит от поставок российских углеводородов больше, чем на 50% или даже 60%. Цены в еврозоне уже растут из-за потребительских цены, из-за скачка стоимости нефти. Если ЕС каким-то образом, немыслимым, все-таки примет решение пойти по тому же пути, что и США в отношении именно поставок российской нефти, то в моменте мы увидим рост котировок бренда WTI и в моменте мы увидим серьезные распродажи европейской валюты, потому что это решение будет равносильно просто сбрасыванию европейской экономики в рецессию. Поставщиков за короткий промежуток времени на такие объемы Европа, конечно же, не найдет. Поэтому я, друзья, жду роста нефти на спекуляциях по этой теме сейчас и, не дай бог, уже по факту самого решения. Европейскую валюту продаю, цель 1,08. Что касается других финансовых активов, доллар-канадец ниже, чем мы наблюдали за парой вчера, 1,2580 в моменте, цель 1,25. Поддержка со стороны роста сырьевых активов, сильная статистика ожидания повышения процентной ставки. Это все сейчас на руку тем, кто ставит на укрепление канадского доллара. Американский фондовый рынок S&P 4511 пунктов. Очень странный рост, потому что этот рост наблюдается сейчас на событиях и росте напряженности в Восточной Европе, на беспрецедентных показателях по инфляции, на решение ФРС повысить процентную ставку и анонси того, что ставки будут расти дальше, на ковидных рисках, то есть на сплошном негативе. И, наверное, участники рынка, инвесторы несколько перемудрили со ставкой на лонг, и рынок все расставит на свои места, и лично я ожидаю все-таки еще одну волну на распродаж. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!